Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем проект «Хрустальные мосты» и сегодня мы хотим рассказать вам о хрустале в целом, о хрустале как о непременном атрибуте праздника. В целом праздники – это исключительно человеческое явление. Это особенные дни, которые объединяют нас и структурируют жизнь. Душевный подъем, веселье, светлые чувства составляют эмоциональную суть праздника. Хрусталь – это особенное стекло. Оно содержит в своем составе оксид свинца, и благодаря присутствию свинца хрусталь обладает исключительным блеском, высокой прозрачностью и мелодичным звоном. Хрустальные изделия – непременный атрибут торжества, настоящий символ праздника. Впервые этот вид стекла был получен в 1676 году в Англии Джорджем Рейвенскрофтом. Повсеместное распространение хрусталь получил с конца 18 века. Стандарт производства изделий на Дядьковском хрустальном заводе соответствует мировому стандарту. В изделие добавляют 24% оксида свинца. Наиболее известен прозрачный сверкающий хрусталь. Однако его легко покрасить в самые различные цвета и оттенки. Главная особенность стекла как материала состоит в том, что благодаря своим художественным достоинствам оно использовалось людьми с давних времен как излюбленный материал в декоративно-прикладном искусстве. Материал не повседневный, материал дорогой и знаковый. Уже самые первые стеклянные вещи выполняли одновременно и утилитарные и эстетические функции. Существует огромное количество методов создания и украшения изделий из хрусталя. Но все эти методы объединяет одна цель – достижение художественной выразительности. Эмоциональный отклик в душе зрителя – это главное, благодаря чему настоящие произведения искусства существуют вне времени. Эмоциональный отклик может быть разным, но для хрустальных изделий это прежде всего ощущение торжественности, радости, исполнившихся ожиданий. Искусство создавать хрусталь – это искусство создавать праздник.